В справочниках НАТО эти лодки назывались «Чарли». А титановая субмарина всё ещё стоит на стапелях. На финиш в Северодвинске строители выходят в декабре 1969 года. Спуск на воду зимой был трудным. Несколько суток лёд кололи буксирами, растапливали паром, и вот лодка с экипажем на борту сошла на воду. Приближалась ритуальная дата – 17 декабря, день рождения Брежнева. И лодка Ка-162 должна была стать своего рода подарком генеральному секретарю. Для Советского Союза это был дорогой подарок. Ка-162 – единственная лодка проекта 661. Водоизмещение 8000 тонн, длина 106 метров, высота 14,5 метров, экипаж 85 человек, максимальная глубина погружения 550 метров. Вооружение. 10 ракетных комплексов «Аметист», способных атаковать противника с глубины 30 метров при необходимости двумя залпами с перерывом в 3 минуты. 4 торпедных аппарата с 12 торпедами. Что не менее важно, лодка представляла собой своеобразную лабораторию, где в реальных условиях осуществлялась отработка новых образцов техники и вооружения. «Золотая рыбка» вышла на ходовые испытания в 2.30 утра в понедельник 13 декабря. Морякам было не до суеверий, это было время максимального прилива. Канал, по которому спускались к морю, не был рассчитан на 8-метровую осадку атомохода. В некоторых местах до грунта оставалось не более 20 сантиметров. Мы свистели все системы, потому что 400 Гц у нас здесь, они все поют потихоньку. Акустика, шум вентиляции, вот панклавуры вот эти, гримеры там. Доклады не сыпались из отсеков, потому что мы при погружении проверялись, ну, буквально там через каждые 3-4 метра опрашивали, как в отсек осмотреться. Нет ли течи там, чего нет. Лодка должна была идти на глубине 100. Напряженно застыли на постах горизонтальные и вертикальные рулевые, щелкнуло реле автопилота. Готман, погружаться на глубину 200 метров, с деферентом 5 градусов на ночь. Есть по 2... Лодка стала резко набирать скорость. Чтобы не упасть назад, все в центральном посту схватились за закрепленные предметы. В уши ворвался гул, обтекающий лодку воды. Он нарастал, превращаясь в самолетный надсадный рев. 25 узлов, 30, 35. Матросы в рубке следили за счетчиком лага и стрелкой глубиномера. 42 узла. 77 километров в час под водой. Всего лишь при 80% мощности реактора. Это был рекорд. Быстрее всех в мире. Сейчас лодка обогнала бы многие торпеды. Ни один из минец США и сейчас не в силах настичь летящую К-162 в те далекие годы. Автомат, слава богу, держал золотосерединную глубину. Но вот подошли к первой поворотной точке. Лодка на такой скорости получала динамический крен 32 градуса. Мы, как на самолете, входили в циркуляцию. Мы впервые ощутили ускорение, как в автомобиле, и крен, как на самолете. Палуба под ногами накоренилась так, что все чуть не посыпались на правый борт. Схватились кто за что, лишь бы удержаться на ногах. Это был не крен-поворот, а это был самый настоящий авиационный вираж. И если бы руль переложили чуть больше, К-162 могла бы сорваться в подводный штопор. Со всеми печальными последствиями такого маневра. Боринцево море оказалось мелким. Во время этого рискованного маневра над лодкой было 100 метров и под килем. 100 метров. Но другой мерной мили нет. Мы прекрасно понимали, что малейшая ошибка или отказ может привести к встрече с грунтом. Когда мы достигли номинальных оборотов и определили на мерной мили, причем точных замеров, достигнутую скорость, она оказалась 44,7 метра. В переводе на сухопутный язык это более 80 километров в час, что практически соответствует скорости движения торпеды. Представьте себе лодку, размером с четырехэтажный дом, несущуюся под водой со скоростью автомобиля. Вот уже более 30 лет, и до сегодняшнего дня это абсолютное мировое достижение. Из-за секретности оно не попало в книгу рекордов Гиннесса. Но в историю нашего подводного флота этот рекорд вписан золотыми буквами. Была создана гигантская торпеда, управляемая экипажем и имеющая сильное ракетное вооружение. После испытаний у родных причалов те, кто встречал, с трудом узнали лодку. Ее корпус стал другим. Вся краска слетела. Серая титановая сигара оказалась буквально отполирована водой. Загладились даже сварочные швы. Лодку заново покрасили, и в январе 70-го года единственная в мире титановая субмарина вступила в боевой состав Северного флота. В сентябре 1971 года К-162 вышла в свой первый боевой поход и прошла от Гренландского моря до Бразильской впадины в район Экватора. В этом-то походе и произошел знаменитый случай с Саратогой. Боевая тревога! Боевая тревога! Время, в которое мы служили, оно называлось «холодной войной», и «холодная война» без всяких кавычек. Вот я сейчас смею доложить, что никаких кавычек там не было, потому что все ходили с боевым оружием на борту, у всех были соответствующие пакеты, у всех были задания, все были готовы нажимать необходимые кнопки и следить туда, куда положено. Маневры флотов вероятных противников происходили демонстративно на глазах друг у друга. Созданная советскими учеными и специалистами К-162 со своими феноменальными скоростными возможностями и новейшим вооружением поразили американцев. По самолюбию Соединенных Штатов в те годы К-162 нанесла весьма ощутимый удар. И все же лодка была слишком сложна и неудобна в эксплуатации. Часто находилась в ремонте. Самая серьезная авария произошла на базе в конце 70-х. Плановый ремонт предусматривал перезарядку обоих реакторов. Ремонт затягивался, техников торопили. Из-за спешки монтаж системы управления и защиты реактора был проведен по старым чертежам. И это дало о себе знать. Произошел быстрый разгон реактора. Быстрый разгон реактора без подачи воды второго контура. Ну, короче говоря, оплавлена была зона. Но там не настолько быстро все это происходило, что не произошел тепловой разрыв. То есть до давления, до такого давления, что подорвало крышку реактора, не произошло. Спасло всех чудо. Лопнул компенсатор главного насоса. Сработал как нештатный предохранительный клапан. Несколько тонн радиоактивной воды вылились в один из отсеков. К счастью, людей там не было. Решение Госкомиссии звучало как приговор лодки. Замена вышедших из строя агрегатов и механизмов. Запасных комплектов не существовало, ведь лодка была в единственном экземпляре. Чтобы их изготовить, надо было восстанавливать давно уничтоженные производственные линии. На это могли уйти годы. Ситуацию спасли специалисты технического управления плота. Сумели заварить трещины. Провели испытания. Шов выдержал. Через несколько дней лодка вышла в море. Так, с заваренной трещиной, в первом контуре Ка-162 и ходила еще 10 лет до конца своей службы. Сегодня легендарная лодка доживает свой век у последнего в своей жизни причала. И, конечно, сейчас смотреть на нее несколько грустно. Я понимаю, что все имеет определенный срок. Сам я тоже не вечно. Тоже немного осталось. Но эти вот надписи, сделанные фломастером, как-то навевают на то, что это же было, работало, жило и все. Ведь мы корабль не просто, значит, ну как-то уважали, как единицу боевой техники. Мы его просто любили. Последний экипаж из моряков и строителей встречает первого командира Ка-162. Товарищ первый командир, первой титановой подводной лодки. Строители гражданских плач построены в честь вашего прибытия. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ командир! Переоборудовать и перевооружать лодку было дороже, чем строить новую. Хотели сделать из Ка-162 музей. Не получилось в силу разных причин. По натовской классификации Ка-162 называлась «Папа». Говорят, что такое имя было дано ей совершенно случайно. Однако, по сути, атомный ракетный крейсер Ка-162 является прародителем целого направления в строительстве отечественных подлодок следующих поколений. За эти годы были разработаны другие корабельные системы. Повышена живучесть и скрытность отечественных субмарин. Появились новые типы ракет, более эффективные и мощные. И все же, именно этот проект стал подлинным родоначальником целого направления в подводном кораблестроении. На этой лодке очень интересное конструктивное решение. Потому что лодка маленькая, неоднократно это подчеркиваю. А вооружение требовалось разместить очень грозное и большое количество. 10 шахт ракетных, для крылатых ракет. Уместить можно было энергетическую установку и движительную установку колоссальной мощности. Которая сейчас, вот такая установка, размещается на таких лодках, например, как «Акула». Точно такая же по мощности установка была, хотя водоизмещение «Акулы» в 4 раза больше, чем этой лодки. Титановая субмарина проекта 705 «Барракуда» стала первой в мире полностью автоматизированной субмариной. Последняя отечественная субмарина «Гепард» поступила в строй осенью 2001 года. Предназначение «Гепарда» — нанесение ударов по корабельным группировкам и береговым объектам. По одной из основных характеристик, малошумности, «Гепард» не имеет себе равных в мире. Натовские моряки не случайно дали «Гепарду» уважительное прозвище — «Мерседес океана» и «Морской стелс». Ракетный крейсер «Гепард» — тоже прямой потомок К-162.